В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Весенняя копель в подъезде. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Звонок ценой в сотни тысяч рублей. Мошенники продолжают обманывать саровчан. За солнцем следом в Музее народной игрушки открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги могут остаться только для пенсионеров и некоторых других категорий граждан, проживающих в многоквартирных домах. Для остальных уйдут в прошлое. Такое предложение направил российский экологический оператор в Минстрой. Отказаться от рассылки бумажных квитанций за ЖКУ можно уже сейчас, пояснили в ведомстве. Это можно предусмотреть в договоре управления многоквартирным домом. Кроме того, от получения бумажной квитанции может отказаться и сам собственник жилья, направив заявление об этом в коммунальную организацию. Опасный водопад. На пятом этаже дома 9 по улице Казамазова уже несколько недель течет крыша. Жильцов пугают не лужи на полу или испорченный косметический ремонт. Вода попадает на провода электрощитков. В результате одна квартира уже осталась без электричества. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. День любви, тепла и улыбок. 8 марта для Любови Ланцевой – двойной праздник. В этот день она отмечает свой день рождения. Вот только к торжеству ей преподнесли неприятный сюрприз. Готовиться к празднику пришлось в обесточенной квартире. Электрощиток залила весенняя копель, которая вот уже несколько недель заливает пятый этаж дома по улице Казамазова. Вода и электричество несовместимы. Это прописная истина, знакома практически каждому. Но бывают и исключения. Электрощитки пятого и четвертого этажей дома 9 по улице Казамазова вот уже несколько дней омывает талая вода. Итог подобного соседства предсказуем. Свет пропадает из квартир жителей. В понедельник проснулась ночью. Что такое? Нет света. Думала, лампочка перегорела дома. Дома посмотрела нигде нет. Вышла в подъезд, замкнула все, отключился свет везде, во всей квартире. Вызвала электриков по номеру 122. Электрик приехал, попросил тряпочку, тряпочкой вытер все. И накрыли пакетиками, может, чтобы не текло. Но вода продолжает течь. С такой проблемой Любовь Ивановна сталкивается не впервые. До капитального ремонта в 2020 году крыша не протекала, вспоминает Любовь Ланцева. С заменой трубы потолок в подъезде начал течь. Но в прошлом году весной и осенью проблем не возникало. Этой весной ручьи вновь забили в отремонтированном подъезде. Управляющая компания устраняет течь. Но эффект остается временным. Поменяли нам вот эту трубу при капремонте. Раньше никогда не было. Поменяли вот эту трубу и стало все течь. Замыкает. Телевидение пропадает. Домофон не работает. Плиты отключаются. Свет отключается. Ремонтировать крышу должен фонд капитального ремонта. А как нам сообщили в ведомстве, этой проблемой планируют заняться весной. Мы отправили официальный запрос в фонд капитального ремонта региона и продолжим следить за развитием событий. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Воду из источника «Серебряные ключи» нужно кипятить, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Ведомство получило неудовлетворительные результаты анализа воды по бактериологическим показателям. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Хоккейную коробку «Сокол» демонтировали. Спортивное пространство ждет реконструкция. Здесь установят новые борта, баскетбольные кольца и мини-футбольные ворота, систему видеонаблюдения. Особое внимание уделят покрытию. Его сделают бесшовным и пористым. Общая сумма контракта составляет 20 миллионов рублей. Работы планируют завершить к концу года. Баскетбольный клуб «Атом» продолжает борьбу за титул чемпиона Нижегородской области. В эти выходные на своем паркете они примут соперников из Кустова. Саровским баскетболистам нужна поддержка болельщиков. Игра пройдет в воскресенье 12 марта в 12 часов в спорткомплексе «Юниор». Первый приговор телефонному мошеннику в нашей стране вынесли в Мордовии. Доказательства, которые собрал полицейский следователь в Саранске, суд принял во внимание и отправил 19-летнего местного жителя в места лишения свободы на 4 года. Зачастую такие аферы остаются нераскрытыми. Десятки саровчан за последние месяцы попались в ловушку мошенников. Как уберечь себя от обмана, расскажем далее. 5-7 уголовных дел по статье «Мошенничество» заводит саровская полиция каждую неделю. В среднем за 7 дней доверчивые горожане лишаются от 1,5 до 4 млн. рублей, поддавшись на уловки злоумышленников. И несмотря на всю профилактическую работу, обращение в правоохранительные органы от жертв обмана меньше не становится. Основная форма мошенничества – это когда на телефон стационарный, либо сотовый наших гражданам поступает звонок. Представляются люди, которые звонят, либо сотрудники финансовых учреждений, банков, либо сотрудники правоохранительных органов. Поясняют, что якобы кто-то пытался оформить на вас кредит, или были попытки снять все с вашего счета, вам необходимо порасследовать туда-то. В попытках обезопасить свои сбережения люди совершают необдуманные поступки и переводят деньги злоумышленникам. Зачастую они под видом сотрудников полиции просят граждан помочь изобличить мошенников, а для этого оформить кредит и перевести его на указанный счет. Предполагаем, что к мошенникам попала база, где есть данные пенсионеров, и они этим пользуются, и сейчас как бы их обзванивают, и они попадают на их уловки. Ну, также есть и люди, работающие в городе, в нашем предприятии, в других предприятиях города. И бывает, иной раз переводят такие суммы свыше миллиона, полтора миллиона рублей. В основном мошенники используют IP-телефонию, подменяют номера. Как рассказал Николай Сафронов, в большинстве случаев след переведенных денег уходит на Украину. Вернуть сбережения очень сложно. У полиции пока получается привлекать к ответственности в основном курьеров. Есть звонари, как мы называем на своем языке, которые делают обзвон, а есть люди, которые на территории Российской Федерации приходят и забирают денежные средства и потом переводят на счета. Так называемые курьеры мы их называем. Есть курьер, который пришел, забрал денежные средства, ему сказали, в каком адресе его забрать, он получает и переводит на те счета, которые ему говорят. Но курьеров мы задерживаем, великая к уголовной ответственности. Сотрудники полиции призывают граждан быть предельно внимательными. При малейшем подозрении вешать трубку, не сообщать никому данные банковской карты, проверять информацию сотрудников банков или правоохранительных органов лично в отделениях. Настоящие полицейские никогда не будут звонить напрямую гражданам и предлагать перевезти деньги. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. За солнцем следом в Музее народной игрушки открылась новая выставка. На ней представлены работы учащихся объединения дизайн, станции юных техников и их педагога Ольги Павловой. Экспозиция отражает самобытность и преемственность поколений. Здесь каждый экспонат несет в себе частицы души, любовь и трепет, с которыми его изготавливали. Солнечный конь – центр экспозиции выставки «За солнцем следом». Вокруг него сосредоточены куклы-обереги хозяюшки. По традиции их делают без лица, чтобы злые духи не смогли в них вселиться и навредить хозяевам. Дополняют композицию панно и шкатулки, выполненные в народном стиле. Островок русской культуры в Музее игрушки создали воспитанники объединения дизайн станции юных техников. Коня мастерила Ярослава Катаева. Я, наверное, делала его два месяца. Это была сложная работа. Я его делала… Он у меня стоит на каркасе. Я его делала из специальных палок и обтягивала их лыковым началом. Подручные материалы терпения и море фантазии – ключевые составляющие выполненных работ. Экспозиция отражает самобытность и преемственность поколений. Это демонстрация возможностей рукоделия как части быта. Это школа мастерства и подмастерьев. Здесь каждый экспонат несет в себе частицу души, любовь и трепет, с которыми его изготавливали. Я представила на выставке шкатулку и пеленашку. Шкатулка была сделана из дерева. Представила я ее в виде темы городца, потому что мы туда ездили с мамой и осталось очень много впечатлений. Сначала задумалась, что это будет как дуб у лукоморья. Но потом мы решили сделать этот двор как дядя Миша. Мишку можно поднять и пошевелить. Можно поставить вместо него другую кружку. Куклу я делала по принципу складывания бумаги, а шкатулку я делала в народном стиле. Я делала куклы из ниток, техникой связывания и отрезания ниток. Большая коллекция пеленашек, бумажные куклы, фонарики, шкатулки для хранения украшений, денег или фурнитуры, открытки ручного творчества. Представленные экспонаты, результат работы воспитанников СЮД за последние полтора года. Это показательная экспозиция достижений творческих работ учащихся. То есть за солнцем следом название выбрала не случайно. То есть нас объединяет любовь к творчеству. У нас есть огромное желание делать творческие, красивые работы. То есть объединяет нас еще дружба, взаимовыручка. То есть мы идем дорогами добра. Посетить выставку можно в часы работы музея без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Плюс два мастера спорта. Спортсменки школы ИКАР выполнили нормативы на высокое звание. Ирина Тимонина и Тамара Давыдова пополнили список воспитанников Александра Абакарова и Анатолия Меньшенина, достигших этой спортивной вершины. Путь к званию мастера спорта Ирина Тимонина начала еще в детском саду. Правда, тогда ни сама спортсменка, ни тренеры не подозревали, какое будущее ее ждет в спорте. Занималась Ирина наравне со всеми, только ближе к старшим классам поняла, что хочет добиться чего-то большего, закончить школу, имея спортивное звание. И вот, наконец, мечта сбылась. На прошедших всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойной мини-трампе кубок Ярослава Мудрого Ирина выполнила норматив мастера спорта. Прошло еще не так много времени, и, наверное, я нахожусь еще в какой-то такой эйфории. Не до конца верится, что цель достигнута. И действительно, это большой труд, который привел к успеху. И это может показаться для меня чем-то недостигаемым в какой-то мере. Но это произошло, и я безумно рада. Пока девушка в 10-м классе. До окончания школы она планирует продолжать занятия, изучать новые элементы и участвовать в соревнованиях. В этом году на счету отделения прыжков на батуте два мастера спорта. Вместе с Ириной на этих соревнованиях норматив выполнила еще одна воспитанница спортивной школы Икар Тамара Давыдова. У нас уже лет 6-7 не было мастера спорта. У нас последняя была Алексеева Ирина, мастера спорта международного класса, ей присвоили. И все, вот после этого у нас не получалось. То мальчики пролетали, у нас и Ермаков хотел выполнять, Славин, но никак не получалось. Одну, две десятых не хватало. И вот так не выполняли. А здесь девочки вот и подвели они. Как говорит Александр Коронаевич, дойти до мастера спорта нелегко, надо работать. Причем начинать нужно как можно раньше. Детей приводят в 4-5 лет, в крайнем случае в 6. Затем уже поздно. В 10 лет мы уже таких не берем. В 9 лет уже выезжают на первенство России по первому взрослому разряду уже 9 лет. Там мы таких-то не берем. Уже поздновато, конечно. Мы берем вот с 6 лет, можно взять с 5. Ну, где зависит, какой ребенок еще есть. Слабенькие дети. Сейчас тяжело вообще найти таких. Для малышей, которые только делают первые шаги в спорте, прыжки на батуте – это прекрасный способ выплеснуть энергию и вдоволь призвиться. Маленьким непоседам намного важнее, чем взрослым тренировать ловкость и координацию, укреплять мышцы и сухожилия. А у старших ребят этот спорт развивает силу воли и закаляет характер. В первую очередь, наверное, это умение падать и вставать. Несмотря на все падения на тренировках, какие-то неудачи или еще что-то в этом роде, ты все равно продолжаешь вставать и делать еще раз. То есть это упорство, это стремление. Для меня это в первую очередь те качества, которые мне дал спорт. Сейчас воспитанники Икары готовятся к областным соревнованиям. Победители призера турнира автоматически войдут в сборную области и будут участвовать в чемпионате России. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА